На памятнике было вот такое стилизованное надгробие, был бюст, были венки, вот вы можете видеть дырки. Единственная могила, оставшаяся в Нагорном парке. Николай Ядринцев, ученый, путешественник, приехал в Барнаул работать в статистическом комитете и вскоре умер в 1894 году. Надгробие изготовили на Колыванском заводе. Бюст изначально бронзовый демонтировали в 1936-м. Следующий бюст своровали на цвет мет. Этот уже четвертый, бетонный, памятник федерального значения. Если город старый, и если ты хочешь узнать, кто там жил в предыдущей эпохе, надо идти на старое кладбище. Но вот эта традиция, она была в значительной мере разрушена в советское время, в 30-е особенно годы, в большинстве городов. Барнаул в этом плане можно было изучать по окресту Возвиженскому кладбищу, где теперь находится парк Изумрудный, и Нагорному. Здесь от кладбища осталось несколько плит и камней. Рядом с Ядренцевым памятник основателя общества попечения о начальном образовании Василия Штильке. По подсчетам краеведа, в Барнауле около сотни различных памятников и скульптур. Причем за частью из них никто не обязан следить. Бюст Дзержинского, он стоял перед ГУВД, и за ним следил ГУВД, теперь он стоит перед управлением ФСБ, за ним следит ФСБ. Но, насколько я понимаю, юридически никто не несет за него ответственность. Вопрос сохранения именно скульптур, даже как произведения скульптур, как был проблемным в 20 веке, так он, в общем, остается и проблемным в 21 веке. А с другой стороны, в Барнауле нет памятных знаков тех, кто внес вклад в развитие современного города, поясняет Дегтярев. Так, из политических деятелей он бы выделил Анатолия Мельникова, председателя исполкома в 70-х, время максимального расцвета Барнаула. Золотухин убился, да, можно было бы перед молодежным театром Алтая поставить. Да, странно, что это еще не сделано. Да, вот о чем и речь, что у нас есть, так скажем, пантеон великих земляков, которые считаются такими символами Алтайского края. Но далеко не всем из них есть в Барнауле памятники. Титовы есть, Шукшиной есть, в Калашниковы нет, да, и в Такимовы нет. Историк задается вопросом, где тот срок, после которого человеку можно ставить памятник. И чаще всего начинают с Махровой истории. По информации Дегтярева, началось восстановление памятника Франсуа Менье, французского археолога, исследовавшего Алтай в середине XIX века и похороненного в Нагорном. По мнению историка, это должна быть первая ласточка воссоздания изначального облика парка. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.